Вероника, привет! О, привет, Наташа! А знаешь что? Может быть, не одно меня интересует, вот один такой вообще вопрос. Я думаю, всем очень будет интересно узнать, что... Помнишь, ты говорила и упоминала, что от каких-то продуктов ты как бы избавилась и вообще их не употребляла, и сколько, и вообще какие продукты? Ну да, Наташа, ты права. От каких-то продуктов я на время отказалась, а именно с сентября по декабрь примерно, плюс-минус. Какие продукты я сейчас перечислю быстренько, если что-то вспомню, я тебе еще скажу, да? Смотри, я исключила 5 продуктов. Это полностью все мочное, все сладкое, все булочки, макароны, все булочки, торты, пирожные, все, я на них на время забыла, они, да? Да. Так, что я еще исключила? Все газировки, все вот эти вот напитки, да, это может к сладостям относится, да? Ну да. Так, что я еще исключила? Давай вспоминаем. Картошку. Вот это вот моя вообще любовь, и я от нее временно отказалась. А что насчет макарон? Макароны, это все к мучным изделиям, все вообще наотрез, все каши, все. Вот. Чем я это заменила, я могу в следующем ролике рассказать, что я кушала вместо этого всего, да? Я не голодала, я кушала, что хочу. Но только вот исключила эти продукты, от которых больше всего толстеют. А скажи, пожалуйста, у тебя была тяга вот обратно, ну вот как-то укусить, съесть что-нибудь, и вообще тебе хотелось как-то вообще, к себя чувствовала? Как говорить, как интервью какое-то сейчас. Я поняла ваш вопрос. Сейчас. Ну, Татьяна, я сейчас смотрю. Ну, конечно, иногда хотелось, но как только я представляла себя в красивом платьице или в красивом белье, да, мне сразу ничего этого не хотелось. Или как только я подходила к зеркалу и посмотрела на свою харю в то время, да, и мне как-то вообще не хотелось. Ни картошки, ничего. Но это ещё самое, почему я выдержала, потому что я не исключила это навсегда. Да, я себе здесь вот сказала, что это только на время, только вот до декабря месяца я это сделала. И вот, кстати, в это время у меня ушёл самый большой вес. И по сегодняшний день он не возвращается, а наоборот ещё... Сейчас я уже эти продукты употребляю некоторые, да, но вес всё равно потихонечку уходит. Так сколько, сколько месяцев ты вот так держалась? Ну, я потом ещё точно расскажу, напишу. Это с сентября. Я уже просто говорила в предыдущих видео. С сентября точно и по декабрь. На Новый год я уже кушала всё как все, салатики, майонезики. А набрала на Новый год тоже? Ну, конечно, набрала пару килограмм. Но потом с помощью моего разгрузочного дня... Чай-молоко? Да, молоко-зероный чай. Я это всё быстренько убрала. Молодец, у тебя такая сила воли, конечно, очень молодец. Я вообще тобой горжусь. Я очень рада, что ты такая хорошая у меня подруга. Да, спасибо. А ещё я, кстати, хотела добавить, что вот сейчас, да, сейчас у меня вес 68-70 килограмм. Ну, почему это, говорю? Потому что он прыгает то туда, то сюда, да. То опускает 68, как я наемся, он обратно 70, да. После молоко-чая он 68. Да. Вот. И так как он у меня сейчас встал или уходит, но очень медленно, да, я всё-таки хочу немножко ещё похудеть. И поэтому, что я буду делать? Я опять вернусь на пару месяцев или, ну, сколько выдержу, насколько захочу, я опять исключу эти продукты. Ну, вот. Точно, Вера? Да. Я попробую это сделать. У меня сейчас есть три варианта, о чём я думаю. Это первое. Перейти временно на сыроедение, то есть фрукты, овощи, да, потому что я хочу, чтобы ещё немножко сдвинулось, да. Потом второе. Второе я хотела перейти на интервальное голодание, но с моей работы у меня примерно так и получается, да, это когда чуть поздний завтрак, часов 10-11, и через 8 часов последний ужин. Ну, то есть 8 часов кушать, 16 не кушать. Вот, это второе. И что я ещё хотела, третье делать? Опять отказаться от этих неких продуктов. А вот третье, вот у меня сейчас дилемма, что из этого выбрать, но прежде всего я буду делать опять ощущение, но в этот раз немножко другое, и я, ну, вообще, очень полезно, очень классное ощущение, это не только кишечник, это ощущается и кровь, и всё-всё-всё, поэтому про этот метод я вам тоже потом как-нибудь расскажу. Вера, ещё можно последний вопрос? Ты что-то говорила, что вообще хочешь попробовать пару недель отказаться вообще от мяса. А уже глотнула. Ну да, вот это вот тоже входит в сыроедение. А, да? Здесь я буду кушать только фрукты, овощи. Возможно, я буду кушать какой-то творожок на завтрак, потому что там белок и всё такое. Возможно, я буду овсяную кашку кушать, да? Но не буду голодать, я буду смотреть всё под наблюдением врача. А может быть, надо мясо готовить на пару? Хотя бы говядину, например. Вот хорошая вставочка. Да, кстати, я об этом тоже подумаю, потому что, кстати, вот, я забыла сказать, Татьяна, спасибо, что напомнили. Когда я перешла на вот это вот питание, где я исключила много всего, да, на эти месяцы, я очень много кушала варёного мяса, вы не поверите. Я вот чисто вот, как раньше на суп варили, да, и это самое, я вот брала кусок мяса и варила себе. Да, вот, я потому что не могла полностью от всего отказаться, да, я не ела никаких чипс, никаких конфет, ничего-ничего. Но вот если мне что-то захотелось, вот пошло мясо сварила, и так попушила его, ого-го, как хорошо. Да, это было. Так что всем, не, не буду никому советовать, это лично мой опыт, и я экспериментирую только пока что в правильном направлении, да? Эксперимент продолжается, да? Потому что я ещё не дошла до заветной цифры, а более того, ладно, там уже эти цифры, я ещё в зеркале не увидела того, чего хочу увидеть. То есть я хочу, чтобы похудели мои ножки. Так, ещё я хотела обратиться к своим подписчикам. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, задавайте, мне так будет легче записывать видео, отвечая на вопросы, да? Да, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, напишите в комментариях, а я запишу видеообращение, ну, видеоответ. Да, поди. Так что всё, всем спасибо за внимание, и всем пока. Пока. На самом деле, те вопросы, которые мне только что задала моя коллега, эти вопросы очень, одни из самых популярных, да? То есть то, что вот я встречаю знакомых, и меня на улице спрашивают, как, что, чего, откуда, как у тебя получилось? И вот я сейчас в этом видео постаралась немножечко ответить, но тема эта такая, это именно у меня так, да? Это именно мне так помогло, у меня так пошёл вес на спад, да? Только вот у меня так. Как у вас будет, я не знаю, поэтому, пожалуйста, импровизируйте, думайте там сами, да? Так, ребят, то, что вы сейчас видели в видео, это была чистая импровизация. Меня посадили и задавали вопросы. Если вам понравился формат такого видео, то есть вопрос-ответ, то, пожалуйста, задавайте вопросы, будем на них отвечать. Вот. Так что вот так вот получилось, как получилось. Всем спасибо за просмотр. Субтитры подогнал «Симон»